СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ ОЛА – одна из почти 10 тысяч белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами в годы Великой Отечественной войны вместе со всеми жителями. Ни один год Гомельское отделение Фонда мира проводит акцию «Дорогами сожженных деревень». Ее цель – найти очевидцев тех событий. Это очень трогательно и больно, когда люди рассказывают, как их загоняли в дома, в сараи и сжигали живыми. А кого же в основном сжигали? Оставали же кто? Это женщины, старики и дети. Деревня ОЛА была обычной по белорусским меркам – три с небольшим десятка дворов. Однако число жертв мирного населения в годы войны здесь идет на сотни. 14 января 1944 года в деревне были уничтожены 1758 человек. Среди них – 950 детей. Если оперировать фактами и документами, то трагедия в деревне ОЛА не была карательной операцией фашистов. Местные жители этой деревни не были напрямую связаны с партизанскими операциями. Лиха войны долгое время обходила стороной эти места, затерявшиеся среди лесов и болот. Но в 1944 году сюда вплотную подошел фронт. В начале 1944 года на этой территории Красная Армия долгое время пыталась прорвать оборону вермахта. Шли тяжелые бои. Почти все населенные пункты в округе были уничтожены бомбежками и артобстрелами. Население окрестных деревень пряталось по лесам. Те деревни, которые оказались в стороне от боевых действий, уничтожались фашистами, чтобы помешать продвижению советских частей. Реализовывалась так называемая тактика выжженной земли. 14 января в белорусских деревнях традиционные коляды. Большой праздник, когда все идут в гости к родственникам, а на столе стоит праздничное угощение. По традиции в этот день в доме любой гость в радость. В 1944 году те, кто прятался по прифронтовым лесам, потянулись на праздник в теплые хаты, которые еще остались целыми в этой местности. Поэтому в небольшой деревушке собралось почти две тысячи человек. И тут нагрянули фашисты. В конце концов враг отступил. Наши потери также были большими. В братской могиле у деревни Ола похоронено почти 500 погибших красноармейцев. Среди тех, кто освобождал эти места от врага, был и военный строитель Сергей Михайлович Голицын. Вот фрагмент его воспоминаний. Когда наступающие части 48-й армии заняли эти места, то нашли горы обугленных трупов. Даже нельзя было сосчитать, сколько же народу тут погибло. Эти кости мы снесли к памятнику и похоронили вблизи него. Только на Гомельщине за годы войны полностью или частично было сожжено 1126 деревень. Из них 33 так и не возродились. Наш долг – помнить об этом. Что касается Аллы, то мы там уже дважды проводили марш. Прошлый год и что за прошлый год. И когда мы посмотрели, там же было согнано очень много людей, почти 2000 человек. Только детей было 900 с лишним. И когда с этой деревни тоже ничего не осталось, а только лес рос, то мы, значит, еще в прошлый год оказали помощь, чтобы начать возрождать, создавать такие памятники именно. И мы перечислили 6 тысяч рублей. И я даже считаю, что, может быть, это и послужило некоторым таким стимулом, примером, чтобы потом заговорили об этом. В 2020 году на средства, собранные в ходе благотворительных акций, на месте сожженной деревни Ола возвели монумент в память о погребенных здесь солдатах-освободителях и невинных жертвах нацистского террора. Люди и раньше приходили в эти места. Сперва пытались возродить саму деревню, а потом просто приносили цветы и детские игрушки. Теперь могут прийти и в яблоневый сад. Только вот вкус у яблок сорта Ола очень горький, как судьба деревни с таким же названием. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. Субтитры создавал DimaTorzok